Всем привет дорогие друзья, всем привет любители АФКшечки, с вами Йорн и сегодня будет Биг Бадабум лютый призыв на аккаунт игрока Бельпша. В общем короче будем открывать, смотреть что будет падать и усиливать героев хотя бы на белую. Ну а если будет падать повторки, то просто будем качать звезды, как всегда все друзья. Давайте зачеку его накопление, их тут вообще очень много, 340 астрокарт, 244 фракционки и 572 простых свитка. И конечно же есть сундуки и вот эти замечательные фиолетовые шарды, мы их с вами тоже откроем. Что у него по гильде? Это уже традиция, это помощь, помощь тем кланам которые нуждаются в нуждающихся, то есть когда есть свободные места. Свободные места есть, светлая тьма, айди 139746, так что пишите замам или клан лидеру и я думаю вас без проблем сюда возьмут. Ну а все условия есть в шапке и я думаю что условия у них в принципе наверное не такие уж и жесткие друзья. Да, так что я думаю ознакомитесь и найдете себе братьев по оружию. Что у него по героям? Давайте смотреть. В людишках, ну Фокс на подходе, Хендрик я так понимаю, даже есть корм заготовленный так же как и Оскар. Ну на Оскара надо получается 2 копии, то есть он прям ближайший по прокачке, а на других героев надо еще дофига. Громилы. В громилах Скрят, но Скрята надо еще на попугайчика 2 копии, это хорошо. Сатра на 2 копии и в принципе на других героев плюс-минус. Ну Брутус 4 копии допустим, Скрэк 4 копии и так далее. Будем надеяться, что они будут падать. И наши замечательные лесники. Вторая по силе фракция в этой игре, после могильников. Ну как сказали разработчики, что они скоро усилят фракцию людей. А потом скорее всего усилят фракцию громил, так что будем ожидать. Но тут нам надо докачать Немору, на эту детку осталось еще 2 копии. В общем я думаю что она нам пригодится тоже в игре, безусловно. На Солису нужна еще одна копия. На ящерку надо дофига. Ульмус вообще не в приоритете, его можно скармливать. В принципе тази тут даже не прокачано, посмотрите. То есть на тази копии нужны прям как тоже, как вода. Пипа, осталось 3 копии. Надо еще много копий на раку и здесь конечно провал. Многие ключевые герои еще пока не собраны. И ящерка, конечно ящерка это очень ключевой герой. И могила рожденные. Тут у нас получается в процессе прокачки кильтур. На него надо еще сколько копий. Одну копию он будет тоже готов. На Бадена тоже надо одну копию запоминаем. А на других героев надо дофига. Ну вот на Теовин две копии допустим. На Деймона надо дофига копий. Грыжа тут не качаны. Изольт. Поэтому все фракционочки мы скорее всего убьем сюда. И смотрим что в небесных. В небесных будем пытаться докачать Толену. Я думаю окей. В подземных будем собирать вы знаете кого. Все ее сейчас собирают. Это Лукреция. Ну а потом посмотрим как пойдет или как карта ляжет. И небесные. Точнее пространственные наши Dimension очень хорошо выглядят. Есть и Альбедо получается. Да. Есть Принц Персии. Но нету Эцио. Вот это Жапницкий. Эцио очень крутой герой. И жалко что он его не взял. Ну. Можно в принципе этого героя взять на месяц. Да. Вот это вот там. Как там. Ну. Не призыв. А найм. Гарнизонная служба. Вот там бы я точно Эцио бы нанимал на месяц. Ну а как по другому. Если разработчики его в игру точно еще в ближайшее время не ведут. Так же он играет получается скорее всего без доната. Потому что подарок за первую покупку висит. Но его в принципе ввели. И до этого он мог донатить. Ну давайте посмотрим. Такие большие накопления всегда интересно. Копил сам или покупал. Так. Награда за достижение первая висит друзья. И. Да. То есть скорее всего он вообще ничего за донат не покупал. Ну могу ошибаться. Ну в общем красавчик. Красавчик. Что могу сказать. Андрюха. Посмотрим как тебе будет падать. Полетели. Открываем шарды. Сначала давайте посмотрим сколько места. 162 на 185 друзья. Это не камильфо. Давайте сейчас быстренько все это расширю. И продолжим. Все. Свободного места у нас достаточно. И теперь будет немножко легче. Гораздо. Так. 11 шардов. Упал Раку. Теувин. Это хорошо. Так же упала Сатрана. Смотрите. София. Дресс. Пипа. Вот. Неплохо. Шарды обрадовали. Бывают шарды и в большем количестве не дают столько хороших героев. Но жалко что нет здесь ни одного героя небесных или пространственных. Или ой подземных. Перепутаю я этих все пространственных небесных или подземных. Ну короче главное что упали в принципе неплохие герои. Можно конечно было бы начать со Строзала. Но начнем с сердечек. Это разогревочка. Разогревочка друзья. Список желаний он вот такой. Я особо тут ничего не менял. Все как было поставил сам хозяин. Вот. И начинаем крутить. В предыдущем лютом призыве. Где аккаунт находится в лейтгейме. Я за 1500 сердец вытащил всего 2 фиолета. Посмотрим насколько голодный этот аккаунт. Талена и Сайлос. У ла ла. Нифига себе. За сердца такой дабл. Спасибо. Лилиты. Вы иногда можете порадовать. Я не знаю рендом там вас слышит не слышит. Но дроп был реально прикольный. Герой небесных и герой могил. Ну давай давай. Хотя бы еще один. И мы уже перебьем предыдущий призыв. Ну. Ну давай. Давай. Есть. Да. И причем какой герой то падает. Крутой. Это Пипа. Лесники тоже надо. Ну как бы они тут в просадке немножко. Надо их тоже качать. Поэтому я очень доволен. Тем более когда мы вытащили Талену. Это прям вообще праздник. Давайте тогда перейдем в Астрозал. 5 копий здесь открутим. Еще падает карта на могил. Вдруг что-нибудь здесь дикое сегодня упадет. 30 тысяч кристаллов тоже может дропнуться. Но хотелось бы быстрее собрать Талену. Так. Есть. Есть одна в копилку. Может быть дабл будет. Влево-вправо-не сверх. Надо еще 5 копий. Карта на могил. Еще одна карта на могил. Талена. Осталось 3 копии. 2 карты люди громилы. Тапки на людей и всякая херня. Капец. Шлем на ловкачей громил. Посох нагромил. Спасибо. А где Талена-то? Карты это супер конечно. Но нужна Талена. Еще одна Талена. Капец. Астрокарты улетают. А герой не падает. Ты что сегодня? Заколдованная какая-то что ли? Жесть. Так. Еще одна. Две карты. И... Я немножко в шоке. А что? Так много карт ест. А она как не падала. Так и не хочет падать. То есть еще одна копия нужна. Спасибо. Спасибо. Ну достаточно много астрокарт открыли. Но если это все перевести в кристаллы. То было достаточно много дропов. С учетом промахов. Я бы наверное подытожил так. Ну все равно неплохо. Что ладно. Белая рамка. Одну звезду качать не будем. Хозяин аккаунта сказал сначала. Пока всех героев хотя бы до белой. И будет уже супер. Поэтому Талену мы прокачали. И на этом наша остановочка с этим героем. Что у нас с Лукрецией? Три копии. Надо 11. 11 это конечно вам не 14. Поэтому мы будем их крутить и считать. И отсюда выходить я не буду. Хотя можно перезайти наверное друзья. Как вы думаете? Тапки на могил. Броник на подземных. Броник на лесников. Первая копия Лукреция. У нас 4 их уже получается есть. Надо еще 10. Ну давай. Может дабл напоследок. Нифига. Короче мне не нравится как она дает. Что-то она вообще сегодня не в настроении. У нее видимо эти дни. Давайте мы перезайдем друзья. Перезайдем и посмотрим что с ней продолжим. Мы дальше творить с этой ведьмой в Астрозале. Так я перезашел и продолжаем крутить Лукрецию. 10 копий. Надеюсь может сейчас пойдет получше. 2 промаха уже было и падает 5 копия. 30 тысяч кристаллов. Спасибо. Это видимо за все промахи которые она сделала. Не знаю может быть она нас услышала. Но 9 копий Лукреции. Должны мы вытащить. И собрать ее на белую. У нас есть кристаллы для этого вообще. И в принципе это не так должно быть сложно. Но промахи. Сначала дает. Потом куча промахов. Осталось 8 копий. 2 фиолетовые карты упало. Ну давай 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 давай. Где? Я уже не знаю в какую сторону крутить. Вверх вниз. Так. 8 копий. Карта на могил. 250. 7 копий осталось. Чем быстрее вытащим тем лучше. Ну давай родненько. 6 копий. А что сегодня ни одного дабла что ли на этом аккаунте не будет? Что? Как? Как так то? Капец. 5 копий осталось. 4 копии осталось. Ну давай давай дабл. Ой не. Ну ведьма сегодня не в настроении. Короче 3 копии осталось. 2. Ну может быть сейчас будет дабл. Так. 1. Ну давай я тебя прошу. Быстрее падай. 140 тысяч кристаллов. Ну получается все. Все друзья. Мы ее собрали. Если я не просчитался. Бац. Бац. Да мы ее собрали на белую рамку. Такс. Готово. Готово детка. Давайте тогда подождите. Я что-то не понял. На одну больше? Ёк макарек. На одну больше прокрутили. Ну даже не знаю. Нет. Мы ее наверное дальше крутить не будем. Как я так то? Как? Как я просмотрел? Да вроде считал. Все. Дальше мы будем крутить с вами твинов. И у нас еще есть гарантированный призыв за три косаря. Не знаю есть ли смысл оставлять. Потому что мы скорее всего еще в библиотеке прокачаем одно созвездие. Скоро да? Через пять белых героев. Я даже не знаю. Ну а давайте твинов. Нет твинов хотя бы до мифика. Две копии есть. Надо еще шесть. Как я так срукрец это переборщил? Ну они там в принципе под конец хорошо падали. Ну давай, давай, давай. Есть. Одна копия есть. Надо еще пять. Да что сегодня с ведьмой этой? Она вообще не хочет давать W. Капиндос. Так, вторая копия осталась. Еще четыре. Три карты? Вы серьезно? Три? Где герои? Ой, ну жадные вообще. Так, три копии осталось. Опять две карты. Две копии осталось. Одна копия осталась. Ну я тебя прошу, упади, а? Короче, давайте мы пока оставим. Мы оставим вот эти кристаллы на гарант. Вот, конечно там 11 тысяч кристаллов не так уж и много, но оставим. Вдруг пригодятся и какого-то значимого героя мы допинаем. Так, это легенда плюс. И нам надо еще одну копию, будет уже мифик. Так, поэтому мы переключаемся с вами сейчас на вот эти вот фиолетовые карты. Ой, в громю-то сколько нападало. Первая копия талии, также упал крен и много-много корма. Могилы. Это очень важно. Две копии из Ольда, отлично. Также упала Тео Винн, Дэймон, Сайлас, Фара, Баден, Кильтур. Это последние копии. Угу. И Торн две копии. Ну зачет, зачет. Тут Сесилия, Роза, Хендрик два раза, Люци и Белинда. Морвус и также Магичка. Ну байская. Мираэль. А тут упал Респен и Немора. Быстро закрыл, это тупанул. Ну ладно, погнали открывать простые свитки. У нас их просто тут пруди. Но уже хорошо, что многие ключевые герои в процессе сборки. Падает дабл, друзья. Дезира и Салиса. Так, Сесилия. Бус на людишек. Падает Димон. Димон, это тоже круто. Мегира. Спасибо. 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 Такой герой из подземных. И просто так за свитки. Так, ящерка. Саурус. И у нас нет места. Да, с местом, конечно, трабуем. Потому что не так уж и много я его купил. Сколько на сколько у нас тут? 190 на 250. Ну, в принципе, пока жить можно. Так, Фоксиара падает. Давай, давай, бустим могилу ей. В принципе, Оскар. Это хорошо. Еще одна копия. Все. Тайзи. Тоже нифига не собрано. Но копии нужны. Так, Пипа. Это вроде была последняя копия. Что? Уйдем дальше. Падает Сатрана. Давайте сделаем паузу. Потому что на нее тоже там, в принципе, надо было не так уж и много копий. Если мне память не изменяет. И... Да. Да. Мы Сатрану собрали. Давайте ее тоже уберем. И кого мы сюда с вами поставим? Вместо Сатрана. Скрэга? Скрэга, да. А после Скрэга будем собирать уже, наверное, Тали. Потому что Вург и Хасас... Ну, не знаю. Если есть Крен, вообще как бы Вург. Ну, местами он вообще не нужен. Крен гораздо больше урона наносит. Но он, по крайней мере, не бежит вперед, как дурак. Это гораздо лучше, чем у Крена. Хотел бы, чтобы они Крена, конечно, сделали... Чтобы он стоял, как вкопанный сзади. Это Дабл, Сесилия и Крен. Нарочка. Эстрильда. И надо тоже сделать небольшую ревизию. 272 свитка. Вот. Зайчика поставили. Вурсанчик иначе тоже падает, друзья, да? Забавненько. Так, Грыжа. Наш, безусловно, нехороший танк. И Сайлас. Вы посмотрите. Вот так вот, друзья. Так, Скрэг. Попугайчик. Давайте до прокачки открываем. Зоурат и Вурсан. То есть, у нас сначала упала Миггера. Теперь Зоурат. Почему мне так подземные не падают? С простых свитков. Это что? Это какой-то заколдованный аккаунт, что ли, сегодня? Или буст на подземных? Я не знаю. Да. 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 Так, Скрэг. Ну, а Скрэг еще одна копия. И он тоже готов. Не, ну то, что упал, конечно, Зоурат. Забавненько. Может быть, еще и Укреция упадет. Фокс. Скрэг и Хендрик. Ну, все. Мы Скрэг собрали. Мы его сейчас уберем. Но Фокса, наверное, тоже там осталась буквально одна копия. А вот с Хендриком я не помню, как у нас обстоят дела. Фокс, Фокс, Фокс. Да, на Фокса одна, а на Хендрико надо еще... На Хендрико надо еще две. Скрэг отсюда. Депортируем. И кого мы сюда поставим? Давайте мы сюда поставим Тали. Пусть падает Тали. Скрэг меня интересует. Да, Скрэг собран. 112. Еще будем открывать мебель, друзья. Я надеюсь, там с мебелью тоже будет все хорошо. Так, падает Брутусня. Затычка первой линии. В более поздней игре. Крен. Очень хорошо то, что падает крен. И что-то я особо Бустана могилу не вижу. Ну вот, начал падать Димон. И последняя десятка. Тут Фиолета нет. Но, может быть, вытащим еще с этих двух карт. Да, друзья, с последней падает Скрэг. Хороший танк. Но местами где-то Брутус может быть даже будет получше. Потому что, когда я ставлю хорошо прокачанного Скрэга, он бывает умирает быстрее, чем Брутус. А Брутус живет. И тогда крен напуливает. Вот что я хотел добавить. Ну, на Скрэга надо еще дофига. А вот Брутус потихонечку растет. Этот львенок. Пять копий есть. Это хорошо. Что мы дальше с вами делаем? Ну, дальше мы, наверное, будем открывать уже, соответственно, фракционные свитки. И тут как крути, не крути, они пойдут в могилу. По-другому никак. Тем более, сегодня могилы. Это хорошо. Тут падает Нара. Тут падает Сайлос. Сразу такой прям дробь хороших героев. И вопрос. По-моему, на Нару все. А нифига. Нифига, блин. На Нару-то еще надо, короче, две копии. Да. И на Сайлоса, получается, нужна одна копия. Да. То есть, Нара две. Сайлос одна. И это хорошо. Посмотрим, может быть, еще что-то круто о нем. И в другие фракции. Так, Нарочка. Еще одна копия. И ты все, солнышко. Так, Дезира и Дэймон. Супер. Супер. Давно не было трипла. Может быть, фракционные дадут. Так, Сайлос, это последняя копия. Давай. Давай, падай. Да, Сайлос готов. Давайте его отсюда уберем. А кого мы сюда поставим? Вот в чем вопрос. Потому что уже многие собраны. Торно, если только поставить. Ну, давайте поставим Торно. Пусть собирается. Ну, да. А что еще? Ждем выпадения Димона. Потому что Димон нужен. И Нара, получается. На Торно еще надо дофига. Где потом столько корма взять, чтобы это все дело прокачать? Это капец просто. Так, Нара, получается. Упала. Ну, не знаю. Я бы, наверное, сюда поставил, знаете, кого? Я бы все-таки вернул Сайлоса, наверное, прокачать ему одну звезду. Потому что всех остальных героев мы собрали. И тут уже остается только прокачка звезд. Да, да, друзья. Так и будем действовать. Кстати, Бадена даже больше собрали, чем на одну звезду. Я почему-то не заметил. То есть, Бадена даже больше. А кто тут стоит? Грежу. Вот Грежу почему не падает? Грежа, падай давай. Торн и Дезира. А Грежу он даже и вообще рядом в помине. Нет. Ну, ладно. Да, печально, что Грежу он не собрал с самого начала. Так, опять падает Димон. Снова Димон. Ну, Димона мы, наверное, менять не будем. Пусть он там дальше стоит. Докрутим уже все в могил. Опять падает Димон. И последняя десятка. И тут падает фиолет. И это Торн. Так, у нас еще очень много фиолетовых карт. В принципе, можем их покрутить куда? В лес. Я не знаю. Давайте посмотрим, что у нас в лесу. Нам нужен Раку, получается. Лурсан. Ящерка. На ящерку надо дофига. Поэтому, скорее всего, мы будем крутить сюда. Потому что в могилах уже всех ключевых героев собрали. Поехали. Тази. Отлично. Лурсан. Вообще зашибись. Так, Раку. Блин. Боюсь глазей, друзья. Так, снова Раку. Горво. Очень крутой танк. С агром. Танк из танков. Какой должен быть танк? Вот именно он таким и является. Это Горво. Так, Эйрон. Звезды будет качать. И тут падает Салиса. Делаем маленькую ревизию. Давайте глядим, что получилось. Так, на Лурсана дофига. Еще на Салису уже получается одну звезду бафнули. Раку, Раку, Раку. Пипа тоже одну звезду получил. На Раку надо еще три копии. Но у нас есть еще в сумке. В сумке, сумке. Где-то фиолетовые карты тоже десятка. Поэтому они тоже пойдут сюда. Немора. Это хорошо. Она тоже нужна. Сейрус. Ну, такой себе. Ульмус. Еще хуже. Раку. Отлично. Осталось две копии. Так, Респен. Супер. Эйрон. Ну, уже готов. Одна копия на Раку осталась. Ящерка. Вот ящерка вообще не хочет падать. Немора. И кто еще? И с Алиса, друзья. С Алиса, да? Теперь я, наверное, прокачаю всех героев. А потом мы решим, куда мы эти 11 тысяч кристаллов. Ну, 12 сольем. Может быть, это будет гарант за три косаря. А может быть, мы докрутим что-то другое. Так что, буквально одну секунду. Ну, в общем, друзья, я тут прокачал. Что могу сказать? Каких-то героев я тут бустанул, каких-то нет. Ну, допустим, скриатов громилых прокачал. Тут также начал качать ящерку и заготовил два корма. Я не знаю, кого он будет качать. Или Пипу, или Раку, или Салису. Но я бы прокачал сначала ящерку, потом бы прокачал Раку, потом бы Лурсанчика, потом бы Пипу, а потом только Салису. Но на Салису все копии есть. И если он одного героя прокачает, то еще в созвездии добавится одна звезда, и он сможет качать уже гораздо больше гарантов за три косаря. И в могилах я прокачал Дэймона и Сайлоса. И есть еще один интересный сундук, который может дать или Зафрейля, да, нашего вот этого замечательного, Зафу, или взять здесь как раз-таки, ну не знаю, может быть Лукрецу и бустануть ей все-таки одну звезду. Вот. И тут Раку, Пегги, да, и Флора. Ну, Раку, Раку точнее, тогда он получит все свои копии на биорамку. А Флора, ну а Флора еще одну копию получит уже Мифик Плюс. Так что что он будет делать, я хрен его знаю. Ну, короче, давайте пока мы не будем это все трогать, давайте посмотрим, что дальше будет. А вот на ящерку надо, получается, еще две копии, и она будет на белой. Давайте мы будем крутить в гарантии, наверное, все-таки ящерку. Хотя там вот Твинов бы докрутить до Мифика. Но ящерка две копии, есть все шансы ее собрать. И я этот шанс не упущу. Потому что ящерица, ну, тоже один из ключевых героев. Ну, давай, дабл. Хрен от дабл, блин. Есть, друзья, мы ее собрали, и это просто замечательно. Через 15 дней отката, и если, допустим, он все-таки найдет бабки и купит вот эти наборы за достижения, там будет очень много кристаллов. Можно будет и дособрать Твинов, и дособрать многих других героев из небесных и подземных. Да, аккаунт-то неплохой. Вообще неплохой, я вам скажу. Сундуки я все открывал, вот эти красные, которые были здесь в сумке. И в основном брал только Флору и Укуна. Но здесь, получается, мы пока брать ничего не будем. Здесь я тоже не знаю, как он решит, так пусть и делает. Если он не хочет качать гравировку, то тогда, ну, не нужна эта Лукреция. И возьмет за Фрейля. А на за Фрейля, получается, будет уже две копии. А там, где две, там и потом накопит еще 12. Все, осталось нам только мебель. Давайте я, наверное, поставлю быстро всех героев. Расставлю, да. И мы с вами начнем это все дело буйство открывать. Ну все, друзья, эпопея с расстановкой по мебели закончена. Давайте я вам покажу список желаний, какой я вот здесь сделал. И что я буду делать. В общем, Тайдус и Скриад по три собираем, убираем. Райна три собираем, убираем. И Альбедо точно так же. И Эйрон точно так же. А потом на их место поставим других героев. Мерлин это на перспективу. Лукреция 9 из 9. Толена 9 из 9. Айнс 9 из 9. Приступаем. Погнали. Надеюсь, будет очень много хороших положительных выпадений. Может быть даже даблы. Падает Скриад. Это первая мебель. Еще надо две. И быстренько будем крутить. Так, Тайдус. Это хороший знак. Три мебели ему просто мастхэв, друзья. Айнс. Побольше бы на Айнса и на Лукрецию и на Толену. Тут падает Райна. И Райну мы с вами сейчас быстренько уберем. И так как комнаты некоторых героев пока не до конца убраны. То есть не открыты вот эти вот остальные ячейки. Мы, скорее всего, легендарные эмблемы никуда перерабатывать не будем. А вот в автоматике мы, наверное, поставим... Да, синий, фиолетовый пусть стоят. Остальное мы не трогаем. Так, список желаний. Райна, иди гуляй. Кого мы следующим суда ставим? Белинда 4. На Каруру 4. Нет, так не надо им качать. Им по 3 и хватит. Варыка пока дальше не качаем. Можно прокачать Рувчанскому или Ящерке. Но Ящерка больше зависима не от мебели, а, скорее всего, от персоналки. Так же, как и Зольт. Поэтому, скорее всего, мы сюда, наверное, поставим Сайлоса. Да, Сайлос неплохой герой. И пусть он качает мебель. А можем сделать Деймона. Давайте, наверное, Деймона все-таки поставим. Да, пусть стоит Димон. Димон очень крутой. И он больше зависим от мебели. Айнс. Димону просто плюс 20 сделать, и вам будет хватать. Но я прокачал на максималке. Скрят. Это вторая. Снова Айнс. Тайдус. И надо сделать перерыв. Перерыв, друзья. Сколько, сколько. У Айнса уже 4. И меня интересует Тайдус. У Тайдуса 2. А попугай... Ну-ка, подождите. Тут нихрена не видно. Давайте зайдем в мастерскую, список желаний и посмотрим. Нет, у Скриата только одна. Я думаю, что гораздо больше. Ну, ничего. Еще 2 упадет. То есть, на Тайдуса там осталось буквально-то совсем ничего. Так, Айрон. И хочется сделать расстановочку и посмотреть еще раз. Так, мастерская, список желаний. На Альбедо 1. На Тайдуса 1. На Айрона тоже пока 3 сделаем. Можно хотя бы 9 из 9 забабахать. Так, Альбедо собрано. Но, сделаем пока 3. 3 предмета мебели. Все. Кого мы поставим вместо Альбедо? Давайте думать. Так, изольду пока 4 хватит. Но я тоже качал на максималке. Не жалею. Но надо поставить, скорее всего, знаете, кого сюда. Это будет, наверное, Ровчанский. 3 предмета мебели. Надо будет ему достануть. Потом, наверное, Один до Тау надо будет качать. Ну, сейчас посмотрим, как пойдет процесс. Что-то Лукреция вообще не хочет падать. Так, это у нас Криат. У нас Криат. А Попугай-то где? Так, на Попугая 2. И надо, получается, еще 1. Ой, что-то прям так игра долго задумалась. Лукреция, наконец-то. Спасибо. Толена. Пошли-пошли вот эти герои, на которых надо собирать. И наш Криат. Все, крутить он теперь будет. С краю встагивать будет. Но Криат неплохой. Кстати, неплохой, когда вы качаете 9 из 9. Совсем неплохой. Так, а я что, не поставил, что ли? Подождите. Это что, повторка упала, что ли? Вы серьезно? А, это не повторка, друзья. Это знаете, в чем прикол? Это та мебель, которая не ставится, ну, потому что не открыта еще ячейка. Ой, засада, ой, засада. Ну, ладно. Давайте мы его отсюда уберем. То есть, на него уже мебель собрана. Надо просто открыть комнату. И кого мы сюда воткнем? Ящерку. Да. Ящерку хотя бы 3 соберем. Пусть будет. Вот. Потом будем, наверное, качать Сайлоса. Так, Айнс. Айнс падает. Это тоже круто. Принц Персии. Привет, братюня. Так, Тайдус. И, в принципе, это тоже уже должно быть 3 из 3. Да, Тайдус прокачали 3 из 3. Дальше ему качать пока смысла нет. На Айнса еще осталось 4. Поэтому давайте мы сейчас уберем нашего Тайдуса и поставим сюда, скорее всего, друзья. Это будет, наверное... Это будет, это будет. А кто это будет? Сейчас я подумаю. Это будет Сайлос. Сайлос, да. Давайте Сайлоса пока дальше качать. Так, давайте запрыгнем на склад. Да, у нас тут скриаты. И пока все остальное идет как надо. 236 тысяч. Талена. Замечательно. Лукреция. Что-то на Мерлина вообще не хочет падать. Он какой-то заколдованный, что ли. Он какой-то заколдованный, что ли. Сайлоса поставили, уже сразу одна мебель упала. Так, снова Лукреция. Так, снова Лукреция. Сколько на нее уже 183 тысячи у нас еще осталось. И Лукреция меня интересует. Три из трех мы ей сделали. Сделали. Так, на Лукрецию еще одна мебель плюсом идет. То есть у нее получается 4. blah талена. Ещерка. Вот он, первая мебель на Мерлина. Daemon. слово марлин зашибись так тут падает аэнс и давайте сделаем первый в 9 красных карт если останется кому-то докачать там два предмета мебели мы добьем мы обязательно добьем но вот аэнсу если еще одну мебель упадет то точно добиваем так что там на складе на складе мы видим на талину нападал да но талину мы только прокачали поэтому любая мебель на нее будет сюда залетать мои ячейки тоже не открыли ну и пусть так и падает почему бы и нет так же как и на вукрецию дэймон второй предмет мебели снова вукреция так принц персии снова принц персии ну давай на аэнсу пожалуйста добьем аэнсу 9 из 9 очень крутой герой это вукреция причем новая мебель такая еще не падала так ровчанский уже 10 10 карт друзья круг сделали офигеть так принц персии 4 на ровно 1 но дэймона 2 еще тут снова дэймон неплохо падает но что-то ни разу трипл не грохнулся и ирон уже получается наверное там 3 до эйрон 3 давайте ему пока 3 оставим его сейчас из списка отсюда убираем и кого мы сюда поставим сейчас я думаю так 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 одина одина можно поставить ну да давайте один сделаем один крутой тоже так аэнс стопы стопы ну-ка это была седьмая да давайте ему 2 добьем все 27 легендарных карт но он найдет куда открыть это не проблема так 1 и 2 все аэнс собран друзья хорошая новость дальше моему мебель уже там на плюс 2 на плюс 3 качать не будем давайте мы его отсюда уберем и поставим на его место наверно розу соберем ей три предмета мебели там она будет гораздо жестче эффективнее и будет напуливать будь здоров может конечно еще артуру три предмета мебели собрать ну не знаю мне как-то без мебели он живет и я особо не парюсь вообще так ровчанский тут может еще десять раз и перевернуться может упасть что-то годное типа вот на ящерку так димон на подходе уже следующая красная карта и что здесь на димона 1 но мы его будем дальше качать вот ровно вода на еще одну и все в принципе пока будет хватать и ящерки тоже одну ну 48 тысяч мы на финишной прямой 1 начал падать принц персии принц персии надеюсь не повторка талия на тоже начало падать так мерлин лукреция супер причем новая мебель упала значит у креса тоже уже на подходе снова мерлин зашибись и все друзья мы все открыли и так как мы легендарки сливать не будем мы оставляем все как есть и давайте посмотрим сейчас качнем там потом все комнаты откроет все раскидает и будет просто огонь так что у нас получилось ну неплохо что получилось лодина докачивает убирает хотя ну как бы его тоже на 9 из 9 делать принца уже 5 осталось 4 но я бы просто собирал бы также до 7 и потом бы докачивал 2 да ровно на 3 делаем убираем ящерку на 3 делаем убираем а там потом кого-нибудь он поставит и добьет слушайте ну не дурно еще на складе сколько у нас на лукрецию раз два три четыре то есть повторок я особых здесь не вижу значит три у него стоит еще четыре можно поставить это будет 7 то есть две можно докачать на дэймона есть повторки но я думаю что когда откроется у него ячейки можно их тоже будет поставить на новенького мерлина раз два три четыре то есть на мерлина 4 и это не повторки то есть мерлин тоже сразу получит мебель искрята он докачает также как и талену не ну мне понравилось как нападал мебель бывает все гораздо хуже но надо будет открывать вот эти оставшиеся комнаты на этом все друзья что могу сказать по героям вы все видели я вам все показал людишки в принципе бустанулись нормально лесники тоже раку докачает выберет кого здесь дальше будет бустить могилы могилы вообще великолепно выглядят надо будет только кучу корма ну и на небесных еще одну копию над винов и они получат уже мифик и с лукрецией он тоже определится но то что призыв был удачный однозначно бельф спасибо тебе за твои накопления я надеюсь вам это видео понравилось друзья оцените лайком ну и до скорых встреч пока пока